Всем привет! У нас, собственно говоря, такой необычный сейчас спецвыпуск, на котором мы тренировались последние два воскресенья, мы писали такие дополнения к основному подкасту, что-то типа особого мнения или частного мнения, как угодно, у нас почти всегда пока что доктор Хефиц блистал у этих частных мнений, они будут разные, но сегодня просто к нам в редакцию пришло письмо, то что называется, нас попросили высказаться по поводу одного, не знаю, там термина или явления, или как угодно, я просто процитирую, пишут, доброе время суток, мне было бы интересно ваше мнение по такой проблеме, как нигилизм в современное время, имеет ли он место быть в 21 веке и особенно в России, и вот по поводу вот этого нигилизма, как раз вот у нас, думаю, вот это свое особое мнение допишет доктор Хефиц. Опять? Ну, что делать? А ты? А меня нет. А я думал, что мы будем сейчас писать подкаст, который называется «Трое друг на друге». Да, а вот оно, видишь, как переносит. А вот оно, видишь, как. Тогда двое рядом. Блистай. Двое против ветра. Да, блистай. Блистаю. Я далек от того, чтобы расшифровывать значение слова нигилизм, всякий, кто хочет в интернете, найдет. Меня интересуют особенности русского нигилизма. Вот это как раз и спрашивают, как таковое. Да. Естественно, мое мнение, как всегда, крайне агрессивно и чрезвычайно субъективно. Значит, русский нигилизм очень быстро, на мой взгляд, потерял черты философского течения. Превратившись? О, минуточку. Он также очень быстро потерял черты социального явления. И вообще он потерял черты точки зрения, превратившись в чрезвычайно быстро распространенный среди масс населения образ жизни. То есть нигде так быстро, как в нашей благословенной стране, привычка не верить никому, ничему и ни во что распространилась, приобрела тотальные черты. И, собственно, если самому русскому нигилисту сказать, что он нигилист, он крайне удивится. Он такого слова никогда не слыхал. Он просто не верит, как я уже сказал, ни во что, никому, в ничего. И просто живет на свете, исключительно пытаясь из каждого конкретного отрезка времени и пространства извлечь максимальное количество физиологических позитивных ощущений. Прекрасно сказано. Вот все. Прекрасно. Вот что такое русский нигилизм. В соответствии с этим, почему важно это понимать, на мой взгляд? Важно понимать это потому, что западный нигилизм, не потеряв черты философского учения и социального течения, западный нигилизм не есть то, к чему приходит, а есть то, что к чему-то приводит. То есть западный нигилизм это толчок. Западный нигилизм это вспышка на слове двух эпох. В каком смысле толчок? О, в хорошем, в хорошем. Да, толчок не в смысле туалета, типа сортир, а толчок в смысле интенции, так сказать, движения, так сказать, побудительного импульса. Я бы даже сказал толчок в смысле толчка. То есть вот, да, то есть западный нигилизм возникает там, где старое уже кончилось, а новое еще не началось. Поэтому на западе нигилизм всегда чрезвычайно интенсивен и очень кратковременен. Он просто является спайкой между двумя проводниками. А вот, значит, в России нигилизм ни к чему такому не ведет, как я уже сказал. Он перестал сразу буквально, ну, почему-то Базарова взяли и назвали нигилистом. Я, например, не считаю, что Базаров нигилист. Да, это, на самом деле, что было. Почему-то взяли Базарову. Которая, кстати, укоренилась. Нигилистами-то были, кстати, народовольцы, которые потому и так жаждали. Вот уж точно ничего святого. Абсолютно. Которые потому так и жаждали погибнуть, вспышки той бомбы, которую сами бросали под кремль. Потому что вокруг же пустота, как бы смысл жизни. Сами себе отвратительно, вот именно, и вообще. Вот. Поэтому нигилизм в России чрезвычайно быстро потерял, как я уже сказал, черты философского течения и социального какого-то течения, да? И превратился просто в образ жизни. И он никуда не ведет. И он, да. И все. Да. А возвращаясь к теме, которую определил, собственно говоря, наш слушатель. Слушатель. Я бы во что добавил. Причина российского нигилизма, она, как справедливо заметил Юра, совершенно иная в отличие от Запада. И она во взаимоотношениях государства и человека. Российского государства и российского же человека. О. И заключается в том, что российский человек, особенно начиная с некоторого момента своей истории, никогда не верил своему государству. Мы все прекрасно знаем, что нас, вернее, кажется, и очень часто, обоснованно. Нас обманывают. Любые действия со стороны государства – это вранье, это ложь. Если оно говорит одно, значит, будет сделано другое. А если оно обещает, значит, будет невыполнено. И так далее. И отсюда мы, приходя, как раньше говорили, в присутствие, в любую государственную контору, уже не верим и уже боимся этого хамства, это составляющая части вот этого всего, отношения государства к нам. И наш нигилизм растает на этой почве. И он, ему сотни лет, он приобрел некоторые черты после октябрьской революции, переворота, вернее. Вот, когда государство совсем уже стало бесконтрольным в этом вранье. И мы все прекрасно знаем, к чему это привело. Мы терпеть не могли государственных мужей на разных уровнях чиновников, среднего, младшего, старшего звена, любого звена. Потому что это всегда была неправда, я уже не говорю об унижении, оскорблении и так далее. И отсюда истоки нигилизма советского человека, во всяком случае, точно, как мне кажется. А почему, так сказать, мы не верим своему государству? Потому что он не уважает нас. А почему она нас не уважает? А потому что не боится, что мы его сменим? А почему она не боится, что мы его сменим? Я, 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 я знаю. Смотри, подкаст к нему. Да, да, да. Я очень просто скажу, очень быстро скажу. Государство в Западной Европе и вообще в Западном мире, государство явилось как результат борьбы горожан за свои права. Иными словами, если не бороться, так и... Совершенно верно. То есть государство явилось как выражение нужд самих людей, которые в этом государстве живут. А государство в России явилось выражением нужд правящего класса, желающим распространить свое влияние подавляющее на большие массы людей. В России государство спустилось сверху, а не было завоевано снизу. И, кстати, насколько я помню, по-моему, в американском, в американской конституции заложено, что граждане могут взять оружие и устроить вооруженный мятеж против, если государство, если оно их как бы не отражает. И это прекрасно. А знаешь почему? А потому что оно и родилось в результате мятежа. Борьба горожан. Помнишь песню Бертрана де Борна «Погибель горожанам», когда рыцари считали горожан быдлом и стремились их вырезать? А горожане сказали, вот фигу, не будет здесь тупого рыцарства феодального. Понимаешь, да? Вот. Поэтому вот ведь что, ребята. А тут не сказали. А тут не сказали. И вот. И вот. Получите. Получите. Поэтому мы как бы знаем... Вообще, слушай, меня поражает, что мы знаем ответы на все. Я бы не был только тихонечком. Какие вы умные. Сколько лет мы пишем подка... 50, по-моему. 50 лет пишем подка... 54 года. Моисей водил 40. Меньше своих пацанов. А мы пишем... Да, мы в чужих пацанках. Уже нет ни одной темы, которая была бы темой. Я думаю, нам нужно открывать агентство, которое отвечает на вопросы. Агентство? Центральное? Ну, пусть локальное. Профициальное. Агентство Тимирейского района, например. Центральное, разъясняющее управление. Слушай, я думаю, что это идея вообще в дуфе нашего пардона-этноса. Есть разные конторы. А есть конторы, куда люди приходят, задают вопросы. Ну да. Причем, это не вполне чистая психология. Это что-то большее всегда. А мы будем получать деньги от Госдепа? Обязательно. О, тогда согласен. Даже две. Сначала от Госа и от Депа. А даже он не дает. Едет в Вашингтон. Едет в Вашингтон. Тоже неплохо. Неплохо. Хлебнем чаще. Станем обкома. Будьте здоровы. Будьте, будьте, будьте. Будьте. 10 минут. Отлично. Как заказывали? По-моему, это было феерически прекрасно. Слушай, просто превзошелся. Невероятно. Поскольку убирают Кулистикова, я думаю, что мы уже можем начать сдавать на НТВ свои сроки. Твоя Ксюша заявила. Может, что не убирают? Да, моя любимая Ксюша. Она знает все, между прочим. Ксюша. Если Ксюша сказала... Ксения Анатольевна, я не знаю, смотрите ли Вы наши подкасты. Я лично Вас обожаю. Сейчас нужно, чтобы смотрела. Прекрасно. Девушка по имени Марина подкаст. Я бы так сказал. Девушка Марина подкасты не смотрит, потому что, по ее мнению, мы крайне в низком художественном уровне все это делаем. Ты понимаешь, в чем дело-то? Нет, я не понимаю. Вот, да. Очень много нарочитой игры. А, твои клоунады, наверное. Ну, да, мои клоунады. Ой, ладно. Я, наверное, на этом прерву Ваш фонтан. Прерву я наш фонтан. И теперь уже окончательно всем пока. Борчисарайская канализация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова